Всем доброго вечера суток, с вами Андрей Низ. Сегодня будет небольшой урок, в связи с тем, что я давно отсутствовал, по техническим причинам. Урок будет не очень длинный. Пойдет речь о том, как нарисовать чешую на дракона, на рептилии или на любом другом существе, которым вы будете изображать. Основной инструмент, как несложно догадаться, будут наши фантазии, потому что чешуя имеет различные формы, различные размеры и различные положения. В зависимости от того, где она располагается, этим мы и будем пользоваться. Представим, что мы отталкиваемся от нашего глаза существа. Допустим, нарисовал я глаз X. И пойдем отсюда по порядку. Я закрасил небольшую область одинаковым тоном, чтобы было нагляднее. Первое, с чем мы столкнемся, это с пониманием того, как у нас располагается объем и какие направляющие идут. Например, я представляю, что мой предполагаемый дракон располагается в три четверти. То есть, он находится к нам под углом. Если изобразить это на голове человека, то мы видим обе линии глаз. Отсюда следует, что у нас, у дракона, при таком построении будет видный объем черепа. И, соответственно, нужно начать с этого. Показать направляющие по форме черепа. Надо понимать, что направляющие могут иметь не везде одинаковую толщину, размер. И не обязательно могут быть параллельны из того, что форма черепа видоизменяется. Например, мы знаем, что у всех существ так или иначе есть скулы на черепе. Допустим, что у нашего дракона есть не исключение. И отсюда следует, что в этом месте форма будет сильно пригибаться. А отсюда, как я уже говорил выше, все-таки основным инструментом нашим остается эта фантазия. Но, допустим, упустим все эти нюансы и остановимся лишь на главном. То, в чем нас интересует. То есть, непосредственно на саму чешуя. Как же ее рисовать? После того, как мы определились с вектором направляющих, с их количеством, дальше следует, грубо говоря, их разбить напополам. Если проще, их даже можно объединить в следующие направляющие. И получается такая ромбовидная сетка. Ну, что-то даже узнает в 3D-модели. Но не совсем так. Потому что дальше начинается, собственно, сама фантазия. Так, как показываю наглядно. У нас имеется несколько линий. Например, на этом нижнем веке, которое держит, знаешь, шар. Форма здесь идет поворотом. То есть, соответственно, так как эта часть кожи является меньше по объему. Для того, чтобы более адекватно зрителю воспринимал, следует сделать здесь чешуя более тонкой. Либо не делать вообще. В месте прикрепления можно добавить каких-то небольших полос. И опа, у нас получается курс прессования в глаза, да? Это я тоже видел, да? Дежавю у меня осенело. Форма чешуй, непосредственно, маленьких чешуек может быть различна. Главное понимать, что они должны вписываться в основные направляющие. Для того, чтобы у вас создавался видимый объемный рисунок. Демонстрирую. Форма не обязательно должна быть круглая. Она может быть любой. А более овальной, более треугольной, более квадратной, более плоской. Все зависит от вашей фантазии. Идеальное сочетание – это как можно больше комбинация различных вариаций чешу. Да, рисунок смотрится более живым и интересным. В рисунке я решаю, что можно показать чуть темнее. Именно саму контур. Продадим, допустим, нашего объема. Я сфокусируюсь на небольшом участке, где у нас расположены чешуйки. И его немножко поработаю с цветом и тоном, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Допустим, здесь у нас будет более треугольная форма, как вариант. Здесь более, как вы видите, квадратная. Может быть вообще неправильная какая-то там бычерная форма. Но в очень большом объеме работы рисунка, где представлено целый дракон, рассматривать каждую отдельную чешуйку, естественно, никто не будет. Все будет восприниматься в целом. Поэтому не мелочитесь. Обобщайте. После того, как мы наметили наши предполагаемые чешуйки, нужно выделить какой-то общий для них цвет. Допустим, мы сделаем, чтобы оно отличалось более зеленым. Закрасили все чешуйки в зеленый цвет. Да, сочетание черного с зеленым ни о чем. Ну ладно, перекрашу. Лучше будет добавить темно-красное, коричневое. Где-то вот такой. Нет, сильно. Лучше. Так, ну пока это не важно. Продолжаем закрашивать наши чешуйки. И мы понимаем, что у нашего также черепа есть какие-то точки тени, света, полутона, бликов и так далее. Естественно, если надо определяться с тем, как падает свет. И так как наши чешуйки по такой спирали, самая ближняя к нам точка будет именно вот эта линия на черепе. Здесь нам будут убирать. Допустим. Поэтому все чешуйки, которые будут приближаться к этой точке, будут самые контрастные, с самым большим количеством цветовых элементов. И чем дальше, тем они будут темнее. Если очень просто. Тогда у нас будет четкая градация и хорошего понимания. Но, так рисовать очень сильно неудобно. Проще всего рисовать общего тона, что я вам сейчас продемонстрирую. Мы сделали общий тон, мазками кисти наметили какие-то непонятные линии. Здесь, допустим, у нас более светлый участок. Добавили немножко посветлее. Уходит свет. Еще хуже. Получше. Добавили здесь светлых участков. И здесь уже вы обводите чешуйки не каким-то черным цветом, как я это сделал в начале, а самым темным из всего этого цвета. Почему? Потому что, если вы перестараетесь, у вас контур на чешуйках будет брать на себя слишком большой контраст, и рисунок потеряет целостность восприятия. Это плохо. Не стоит мелочиться. Я намечаю световые участки на наших чешуйках и продолжаю обводить их. Работа здесь не очень сложная и довольно творческая, потому что никто вас не ограничивает в количестве, в качестве и форме этих чуданных чешуек. А отсюда небольшая воля к творчеству, опять-таки, сповторюсь. После того, как мы наметили, допустим, какие-то основные формы и световые участки, мы начинаем понимать, что у нас здесь располагается. Можем взять чуть меньший размер и продолжить кое-где уточнять с темные линии. Не обязательно, например, на каждой чешуйке показывать световые участки. Это слишком займет большой промежуток времени. Можно делать это далеко не везде. Вот такой вот небольшой урок. У вас с вами был Андрей Низ. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...